Всем привет, с вами Станислав Андреевич, с нами чаёк. Ладно, опять у меня, я люблю поболтать. Всем привет, с вами Станислав Андреевич, с нами сегодня чаёк. Здравия вам, вашим близким, берегите себя. Сейчас 4 часа ночи, а я сижу и пишу, точнее третью часть гигантской распаковки, которая у меня копится уже много месяцев. Вот, и эта часть будет полностью посвящена дискам на PS3. Я прям спойлерну, их будет 24, там половина из них будет, не, ну, четвёртая часть будет просто трешака. Я даже не знаю, вставлять геймплей или нет. Половина будет не особо интересна, и оставшаяся часть, как мне кажется, была мной вот именно куплена, ну вот, что называется, прицельно. Давайте начнём. Так, погнали. Игра NHL 11. Не помню, как она у меня оказалась. На самом деле, в хоккее я, если в футбол я ещё играл, в пятнадцатый, там, или в шестнадцатый на Xbox One, то в хоккей я играл только, по-моему, и вообще играл ли в него, там, в детстве, на чём-то, на Megadrive и так далее. Я помню Mutant League Hockey, но они, кстати, сейчас дорогие очень, у меня нету его на Sega. Вот. В чём фишка? Я не помню, какие именно из них, какие-то из этих дисков, которые я сейчас покажу, этих спортивных, были куплены, когда мы покупали мелкому консоль моей бывшей жены, сыну. Вот. Там была куча, и они тоже, я их в итоге себе забрал, они ему не нужны. Парочку я взял, у меня внизу, знаете, в подъезде стоят такие, ну, мини-стеллажи, куда люди диски кладут, которые им не нужны, там, DVD, и тут я наткнулся на несколько игр, вот, именно на PS3. Вот. Остальные тоже непонятно, откуда. Короче, ну, не знаю, что с ними делать, посмотрю, есть они у меня, нет, но можно начать собирать сет из них. Короче, вот NHL 11, ну, я всегда говорю, выкинуть, я всегда успею. FIFA 10, не знаю, буду вставлять геймплей, либо здесь пущу вот что-то одно, и оставлю. FIFA 10, всё, с мануалами, в состояниях и так далее. FIFA 11, FIFA 11, так сказать, такое продолжение сета. FIFA 10, FIFA 11, внезапно FIFA 14, вот, и внезапно она без мануала. Лионель Месси, да, вот, FIFA 14, FIFA 17. Диски в идеальном состоянии, потому что, мне кажется, эти диски просто не играют, кому не нахрен нужны. Тем более сейчас, потому что есть там PS4, есть Switch, у меня на Switch есть 19 FIFA, и, как бы, ну, не думаю, что это чем-то не вообще отличается. Про Evolution Soccer. Тоже непонятно, чем они отличаются от FIFA. Раньше, по-моему, насколько я помню, про Evolution Soccer мне было лицензировано, и, то есть, там, игроков называли по-всякому, по-разному. Потом их тоже лицензировали, но FIFA, как мне кажется, более популярный. Вот. В общем, вот такой вот спортивный трешачок. Вот. Не знаю, там, куда их девать. Ну, всегда могут пригодиться диски, хотя, как я, сколько раз я так не говорил, мне никогда не пригождались. Вот. Ну, в любом случае, выкинуть их можно всегда, или, там, не знаю, продать за 20 рублей, вот, на телефон. Поэтому, ну, как бы, появились внезапно. Еще одна игра, это вот как раз, по-моему, была у мелкого. Это, вот, понятно, я 100% была у мелкого, потому что диск заляпан. Вот дети, они им, в принципе, насрать всегда было, как возможно, и мне. Это Minecraft, PlayStation Edition. Я пробовал Minecraft играть на PS Vita, начал даже что-то строить там, ну, потом понял, что, ну, это бесконечная игра, мне, ну, не особо интересно, и, как бы, ну, и забросил. Вот. Там целые гайды надо читать. Вот. Ну, как бы, не знаю. Ну, не мое. Майнкрафтером я не стал. Следующая игра тоже, но она без мануала, она тоже с того самого, с тех самых времен. Это игра Наруто, Ultimate Ninja. Такой мультипли... Я не знаю, я знаю, что Наруто, это мультфильм, он там, мега популярный в Японии, но, как бы, все это прошло мимо меня, и, мне кажется, мимо большинства живущих в нашей стране, поэтому никакого интереса он не представляет. Я знаю, что у него много игр на разные консоли, и они нахрен никому не нужны. Теперь у меня имеет место быть. Дальше. GTA 4. Это сразу понятно, что оттуда, потому что здесь нет мануала и битый диск. Ну, оттуда я имею в виду из той самой покупки. Вот. Я проходил эту игру, проходил ее, ну, на английском, не русифицированную. Ее, по-моему, официально русифицированных на PS3, на Xbox 360 нету. Потом я начинал в нее играть спустя несколько лет, проходил, как бы, часть, там, главу, потом смотрел геймплей на русском языке, ну, с переводом, вот, на компе она выходила, или, там, пиратский перевод, я не знаю. Вот, ну, я устал, да, это, получается, два раза ты играешь, и плюс заодно ты потом смотришь заново, читаешь, вот, и я как-то, ну, подзабросил, а моего английского уровня не хватает для того, чтобы понять все перипетии. Ну, как бы, это понятно, то есть, сюжет-то понятен, непонятные многие диалоги, потому что говорят на сленге и так далее, а в GTA, по-моему, самое главное, самое важное, это персонажи. Еще одна игра, вот эту, 100%, это полный комплект, идеальное состояние, это я 100% нашел, ну, вот, выставили, кто хочет, может забрать. Я причем пришел, случился к консьержу, спросил, можно забрать, она говорит, да. Вот, полный комплект, ну, мне кажется, как бы неплохо, да, PlayStation, гравировки, сеть игра 229, не такая уж поздняя. Вот, и, ну, вот это понятно, PS, это тоже, здесь наоборот, карта мануала и нету диска. PS5, вот, в эту игру я играл два раза, на PS4 проходил, крутая игра, блин, ну, ну, что говорить. Вот, и тут же, опять же, GTA 5, вот, которую я, ну, нашел, вот, она в идеале, с картой, с мануалом, со всеми делами. Вот. Не знаю, насколько они актуальны сейчас на PS3, если все в ней играют на PS4, вот, но такое приобретение, как бы, пусть, как говорится, пусть будет. Heavy Rain, это Essential для Mova. Вот, я проходил Heavy Rain, мне не понравился, мне вообще не нравятся такие игры, если честно, вот, сказать, ну, без пиджаков, вот. Вот, вроде начинается неплохо, да, ну, я пошел на PS4, графон, сюжет, а потом как-то устаешь нажимать на эти кнопки, никакого действия, никакого экшена, не буду говорить, не буду спойлерить, да, концовка меня здесь, ну, удивила, да, в отличие от того же Detroit Become Human, там ничего, как бы, необычного не было, там так, да, больше драмы какой-то, да, но здесь, блин, ну, не знаю. Вот, я, вот, есть еще Beyond Two Soul, я даже начинать не хочу, по той причине, что знаю, что примерно все это одно и то же. Или Man of Madden. Дальше, Resident Evil 6, вот, я не проходил ни один, играл там во второй, в третий, в первый, там, включал пятый, по-моему, этот не играл, да, знатоки знают, чем они отличаются. В пятом, я помню, зомбаки эти, где-то в африканской стране или на Гаити, они бегали быстро, в отличие, там, от первых вот этих зомбаков, амбрелловских. Вот. Блин, ну, как бы, ну, не помню, откуда прям появилось, реально, но Essential, хорошее состояние, пусть, в общем-то, стоит все-таки шестой Resident, это не вот эта вот игра, потому что вот Need for Speed Undercover, я проходил на 360, там, это бред полный, вот, такое говно, не знаю, мне вообще не понравилось. Я слышал, да, что говорят, что лучший, там, Need for Speed, это Underground, там, первый, второй, но это все прошло мимо меня, ну, я думаю, сейчас это не так актуально, вот, но, блин, мне не понравилось, я прошел, прошел, скрипя зубы, у меня еще такая тема раньше была, если я начал играть, то надо проходить. Вот, вот сейчас я Red Dead Redemption, ну, не зашло мне вторая часть, из-за управления я забросил, потом, может, заново начну, но, вот, а раньше, вот, я начал, говно, я плююсь на прохожу, потому что я понял, что я теряю время, вот, и лучше всегда выключить, начать что-то другое. Soul Calibur 4, здесь, по-моему, можно играть Дартом Вейдером и Йодой Мастером, вот, тоже не слежу за ними, Soul Calibur, раньше Soul Edge, по-моему, называлось, да, на PS1, вот. Ну, есть вот фанаты, которые любят, вот, махаться с мячами, по-моему, у меня лучший файтинг это Tekken, поэтому, ну, в эту игру я играл, вот так, тогда, когда покупали, так, пару раз, ничего необычного. Так, теперь пошли игры, которые я покупал в Англии, покупал прям прицельно. Вот эту игру я купил, ну, честно скажу, честно скажу, лишь из-за франшизы, как бы она мне особо и нахрен-то не нужна. Вот, это игра Unreal Tournament, Unreal Tournament на PS3, вот, но, думаю, я помню, игра в какой-то Unreal на компьютере, не помню, ну, в 2000-е, что-то не, 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 это самое, ну, как бы, блин, там, PC-игры не мое, вообще, PC-управление, вот. Да, можно подключить сейчас геймпад, тогда я вот на этой клавиатуре вообще не мое. Ну, купил, опять же, говорю, только из-за франшизы, все-таки Unreal, и, ну, пусть стоит на полочке, досталось на мне недорого, поэтому, думаю, ничего страшного не будет. Еще одна игра спортивная, но я ее купил прям, ну, прицельно, у нас в России таких, ну, нету, либо там они очень редкие. Вот, это регби, регби-челлендж, вот, ну, купил просто на полку, там, за какие-то копейки. И, блин, короче, я не жалею, да, я бы еще на PC-4 купил, но они дорогие на PC-4. Мне арт нравится, такой красивый арт, сама игра непопулярная у нас, и у нас, как бы, я говорю, и игр таких нет, фифы, хоккеев, там, пожалуйста, теннисов, а регби нету, и, думаю, пусть стоит хотя бы одна, как, ну, вот, такой привет из Англии, из Великобритании. Здоровье. Так, игра Time Crisis, Raising Storm. Купил ее, кстати, не совсем задешево, почему купил, ну, как бы, Намка Shooting Collection. Здесь три игры, Time Crisis 4, Dead Storm Pirates, вот, и Time Crisis Raising Storm, вот, и, ну, как бы, также включены, вот, Time Crisis 4 и Dreamstone Pirates. Вот, я знаю, это такой шутер интерактивный, геймплеить можно как пистолетом, так, я так понимаю, геймпадом. Мне вообще нравятся такие игры, теперь нужно купить Time Crisis 1.2, они, по-моему, на вторую выходили, вот, чтобы был такой мини-сетик. Ну, вообще, на самом деле, круто, я как-то, ну, захотелось мне сразу три игры на одном диске иметь, вот, опять же, такой, ну, не помню, увидел я в продаже или нет, вот, именно таким сетом электронным. Ну, как бы, пусть будет, прикольно, я, ну, доволен. Дальше эту игру я купил тоже из-за франшизы, вот, только из-за франшизы. Когда мы будем говорить, такой пятно от пальца, вот, когда мы будем говорить о Соньке 2, кстати, о Соньке 2 не будем показывать распаковки, потому что ее очень много, и я покажу все эти игры, в том числе, в, вот, в цикле мои игры, мои коллекции на PS2. Потому что я сейчас покажу распаковки, потом буду коллекцию снимать. Тут и без PS2 очень много всего, на тот же Xbox будет много. Вот, Terminator Salvation, у меня есть и на PS2 все три. Купил Salvation, ну, как франшизу Terminator, фильм говно, как мне кажется, да, ну, по сравнению с остальными. Вот, не знаю, что за игра, но купил чисто из-за франшизы, из-за того, что у меня уже есть три игры на PS2, и будет еще одна на PS3. Опять же, не так часто они у нас в России попадаются. Игра, которую у меня в магазине покупают прям регулярно, вот, и она стоит у меня очень дешево, 800 рублей. За 800 выставляю, это NotiBear, это я себе оставил. Вот, я знаю, недавно узнал, что есть, по-моему, вторая часть. У нас в России, я ее видел один раз, она стоила то ли 1600, то ли 1400, ее купил Аники. Вот, никогда раньше не видел, в Англии они нет-нет попадаются, тоже не сказал бы, что они там везде валяются, но попадаются, поэтому, кому интересно, магазинчик, ретро-гопник-шоп, я их туда выставляю, как только они у меня появляются, их сразу забирают. Потому что, говорю, игра в наших краях очень редкая, вот, я не играл, ну, здесь про этого медведя, короче, дай бог ему здоровья, вот, но иметь на полочке, мне кажется, еще надо вторую часть теперь найти и прикупить. So, пила So, вот, первая часть. У меня есть она, по-моему, или вторая часть на Иксбоксе, ну, я решил купить на Соньку. Тоже в наших краях достаточно редко, если попадаются, то стоит недешево. Там я, ну, там они тоже стоят дороже, да, чем там какие-нибудь, я не знаю, среднестатистические игры. Ну, вообще, PS3 в Англии тоже они, ну, там стоят подороже, потому что, ну, консоль еще более-менее актуальна. Вот, первая часть пилы, на мой взгляд, первая часть фильма самая крутая, вторая, ну, куда ни шло, еще и то уже, да, но потом начался трэш. Первая реально крутая, и, ну, мне кажется, вот так как это редкий зверь в наших широтах, я ее приобрел, и также я приобрел такие диски, немножко потертые, боксы, вот, кстати, можно боксы поменять на нормальные. Вот, это пила 2, Flash and Blood. Вот, пила 2, такой сет, вот, европейки, и мне кажется, это круто, потому что, ну, говорю, у нас они попадаются редко, а если попадаются, то стоят, ну, там, около косаря, вот. Вот, поэтому, ну, если будут, я обязательно притащу в магазинчик, потому что, ну, мне кажется, тем более, Джаз Евгена, Аники не популяризируют эту консоль, и сейчас самое время на нее коллекционировать, потому что скоро, ну, все меньше и меньше, опять же, остается каких-то франшиз, каких-то игр, и вот этой, ой-ей, ой-ей, ну, как обычно, вот так вот и разъебываются боксы. Вот, короче, я просто не могу налюбоваться, две пилы, и это очень круто. И последняя игра на сегодня, я ее встречал в России два раза, и два раза я ее покупал. Она, оказывается, есть еще на другую консоль, на конкурента, той, которую я вам сейчас показываю, я ее тоже купил. Вот, если я ее увижу в магазине, я ее, если я ее увижу, тоже притащу в магазин, тоже она дешево стоить не будет, но эта игра, очень редкий гость в нашей стране, это Рэмбо The Video Game. Вот, игра, та игра, которую я подарил брату Аники, у меня была Силдова, еще в одной парохолке я случайно наткнулся, купил за 400 рублей, вот, но Аники, ну, как бы, дал понять, что ему в коллекции она очень нужна, я ему подарил на день рождения, мы в нее поиграли, в рамках, кстати, проекта No Pay No Game, когда Pixel Devil с Валей своих гостили у нас дома на шашлыках, все вместе поиграли, блин, игра, конечно, отстойная, но такой рельсовый шутер, но, блин, там одна и та же музыка вот эта злая игра и такая заебанная, вот. Но, блин, учитывая, что она очень редкая, у нас, говорю, я видел ее всего лишь два раза, и ни хрена не дешевая, вот, я, ну, просто не мог не купить, тем более у меня есть сил, давай, а вдруг когда-то захочу поиграть, вот, и такая важность, что у меня появится лишь в том случае, если у меня будет открытый, чтобы сил не открывать, вот, поэтому, ну, рад. Вот такие игры у меня скопились на PS3, да, понимаю, что половина точно всякого хлама, вот, но было несколько, на мой взгляд, интересных каких-то вещей, ну, которыми хотелось вот с вами поделиться, и если хотите, пишите пожелания, ну, буду находить, буду затягивать, и, там, кто хочет, может приобрести. Все, ребят, с вами был Санислав Андреевич, здоровья вам, вашим близким, берегите себя. Санислав Андреевич, здоровья вам, вашим близким, берегите себя.